Приветствую вас, друзья! Вы на канале Есть Вопрос, меня зовут Александр. Сегодня говорим про алгоритмизацию. Вы скажете, 10 раз тема была, 10 раз может она и была, но новые игры появляются, и как же мне о них вам не рассказать? Напоминаю вам, друзья, всю линейку наборов для изучения алгоритмизации от Lightning Resources. Начинается все с мышки. Это самое бюджетное решение. Я не говорю о том, что для розницы, там еще два набора есть, мы не проговариваем их. Мы говорим именно о том, что предлагается для образовательных учреждений. Это робомышь. Далее у нас с вами идет робот-ботли. Это проработанная робомышь с учетом всех недостатков. И робот-арти. Робот-арти был призван обучить детей уже основам программирования, текстового. Плюс мы могли, можем точнее с вами, опять же, рисовать, установить специальный маркетинг. То есть у нас такая полу-геометрия, связанная с программированием. Мы можем изучать математические законы, угол, чтобы нарисовать звезду, или квадрат, что 90 градусов. То есть вот все связано с ним. И не зря я раздвинул два этих набора, потому что у нас появилась новиночка. Новиночка называется робот-ботли 2.0. Выглядит он вот таким вот образом. Давайте сравним, посмотрим, чем отличается первый от второго набора. Вот так они выглядят. И на первый взгляд, кроме цвета, так ничем и не отличается. Ну и отсутствием органов управления. Сверху осталась одна кнопка. Но не все так просто. Давайте распаковочку сперва устроим, а потом подробный разбор. Погнали! Итак, друзья, сейчас переходим к распаковке. Для многих это самая интересная часть. Посмотреть, что же содержится в этой коробке. Но по своему опыту знаю, что вы всегда будете сравнивать два набора. Предыдущий и этот, поэтому вот вам предыдущий, новый, запакованный. И мы сейчас, распаковывая оба набора, их сравним лоб в лоб. Давайте не будем затягивать. Посмотрим на саму коробку, как она выглядит. Собственно, написан какой год, сколько компонентов. Основной отличий в том, что эта коробочка вот так открывается, а эта коробочка обычная. Чем это связано, не могу вам сказать. Может, деньги экономят, может, что-то еще. Переходим к содержимому. Распаковываем первый набор, открываем крышечку и второй набор. Все тут плотненько, аккуратненько. И, честно говоря, так и не отличишь, если какая-то разница. Обратите внимание. Начинаем доставать. Параллельно. Сперва достаём вот эту картонную вставку. С первого набора и с второго набора. На весы вставить уже не будем, но посмотрим по содержанию. Собственно, раз. Собственно, два. Здесь у нас наклейки на вот эти элементы аксессуара. Инструкция. Так, и компоненты. Здесь у нас, опять же, да, рамка. Наклейки немножко другие. Инструкция. Давайте посмотрим язык инструкции. Английский. А здесь у нас тоже английский. Но к этому роботу отдельно дистрибьютор поставляет русские инструкции. Здесь ничего сказать не могу. Внутри я вижу сразу одна рамка. А у этого набора две рамки, которые мы одеваем на мордочку робота. То есть уже по количеству компонентов, да, и по содержанию здесь побольше. Далее смотрим, что еще есть. То есть в первом наборе вот такой набор карточек, во втором наборе этот же набор карточек. Цвет у нас другой. Да, видоизмененный. Ну, количество карточек одинаковое. Так, это для движения по линии, да, и для выставления поля. Достаем, собственно, с самого робота. Что у нас выпало? Это карточки для программирования, которые мы предварительно выстраиваем путь для будущего программирования. И два шарика, которые не шарики. Здесь у нас вот так это все выглядит. Те же шарики, которые не шарики, и те же плитки для программирования. Пока, кроме как аксессуарами, ничем не отличается. Смотрим на самих роботов. Достаем их. Робот. Пульт управления. Два конуса. Раз. И два. Хорошо. Здесь у нас, давайте сравним, робот, пульт управления, уже другой, и два конуса. Раз. И два. Отлично. То есть, по большому счету, если мы обратим внимание на коробку, давайте посмотрим в нее внимательно на первую и вторую, мы видим, что здесь у нас написано 77 элементов. Вот эта цифра. Здесь мы смотрим, у нас написано, где же это, 78 элементов. По большому счету, разница только в наличии второй вот этой мордочки. Она у нас оранжевая и синяя. Здесь она только зеленая. Все. По содержимому это все. Главное отличие, это верх нашего робота, вот, который визуально вы можете заметить. И пульты управления. Один выглядит вот так классическим образом, второй вот так. Сейчас давайте вернемся к тому, за что вы, собственно, и платите деньги. Ведь деньги вы платите за возможности, которые эти роботы перед нами раскрывают. И сравним все честь по чести. Погнали. Так, друзья, давайте сравним два набора. Ботли первый. И ботли второй. Соответственно, первая характеристика, по которой мы сравним, это то, о чем заявляет производитель, основное преимущество. То, что дети не напрягают свои глаза. То есть, без экрана. Здесь очевидно, что у первого и у второго это так. Второе преимущество – это набор аксессуаров. Набор. Аксессуаров. Здесь у нас 77 элементов. Один элемент – это маска. Далее. Обнаружение объектов. Здесь у нас не умеет. Второй умеет. Следующее – это режим ночного видения. Первое поколение не может этим похвастаться. А вот второе поколение ночью уже видит. И этим вы можете пользоваться, удивляя детей. Далее, друзья, следуют повороты. На 45 градусов. А робот-бот ли первого поколения движение вперед и поворот на 90 градусов, соответственно, 45 мы не умеем. А здесь к поворотам на 90 градусов добавляются те самые 45 градусов. Преимущество – преимущество. Следующее – это движение по линии. Умеет? Умеет. Второй тоже умеет. Другое дело, что мы, к сожалению, воздействовать на нее никак не можем. Движется и движется. Давайте вспомним, сколько шагов программирования. Здесь у нас 80, а у робота-бот ли второго поколения 150. То есть программ будут длиннее. Напоминаю, что необязательно использовать 150 шагов программирования за один раз. Можно сделать это методом добавления. И еще последний пункт, по которому мы сравним обоих роботов – это многоцветная подсветка глаз. Здесь у нас, к сожалению, нет этой возможности, а у робота-бот ли второго поколения есть. Итак, друзья, вы можете воочию посмотреть, чем отличается робот-бот ли первого поколения от робота-бот ли второго поколения. А действительно, отличия есть, но настолько ли они существенны – решать каждому из вас и из ваших финансовых возможностей. Итак, друзья, роботы-бот ли не заставляют тебя скучать постоянно. То один, то второй напоминает о своем присутствии, криками, бизгами. Вот такими, например. Мы продолжаем. Давайте посмотрим. У нас ведь есть два робота и два пульта управления. А попробуем поуправлять обоими одним пультом. Реально? Нереально? Поймем ли. Можно ли заменить этот пульт для другого робота, хотя тут 45 градусов нет? Ну, поймем, что будет происходить. Итак, обнуляем программу. Ну, вот я уже вижу, что я нажимаю корзину, да, и у меня только работает один. Но, тем не менее, сейчас пишем программу «2 вперед», и нам этого достаточно. С вами нажимаем зеленую. Посмотрим, кто отреагирует. Реагирует. Окей. Все. Почти уехал. Второй вариант. Я этого робота выключу, посмотрю, видит ли этот робот, слышит ли он его. Просто нажать им клавиш. Этот вообще никак не реагирует. Хорошо. Берем другой пульт управления. Может быть, этот пульт управления более крутой. Удаляем. Программу. Да, и опять же, пишем стандартную. Два вперед. Раз, два. Нажимаем синюю. Смотрим, что произойдет. А, ничего не происходит, потому что робот у нас уснул. Привет. Наконец-то ты проснулся. Еще раз. Два вперед. Синюю. Этот что-то пропищал, но не поехал. А этот поехал. Теперь тот, который работает, мы знаем, что он работает, я переключаю. А здесь просто ввожу команды, пытаясь понять, видит ли он вообще сигналы. Да, робот сигналы принимает, понимая, что не от того пульта пришел сигнал, видимо, на другой частоте, или не знаю, как они это делают. Просто идет в ошибку. Все. Проверили. Пульты несовместимы. Плюс и минус. Плюс какой? То, что если вы в учебное заведение покупаете два робота разных выпусков, вам не нужно заморачиваться и отворачивать пульт управления роботом от одного к другому. Как это происходит сейчас? Сейчас, чтобы поработать в группах, нам нужно вот так сделать. Чисто запрограммировать, нажать кнопку и быстро его поставить. В данном случае проблем никаких не будет. Разные частоты, разные роботы. Итак, друзья, два робота перед вами и какой покупать только ваше решение. Я постарался раскрыть плюсы и минусы каждого робота, но в основном останавливался на отличиях. И для себя я решил сделать таким образом. Если будет супер акция на роботов ботли первого поколения, я бы предпочел брать их, просто потому что деньги ляжку мне не жгут. А если выбирать вот так и разница в тысячу рублей, я все равно что-то новое буду покупать, я возьму новое поколение, потому что оно просто новое. И более доработанное что-то там, наверное, появятся новые аксессуары. То есть, эта история будет развиваться. Но, опять же, маски, они один в один будут подходить от одного к другому. Выбор за вами, друзья. Итак, с вами был Александр. Рад всех видеть на нашем канале. Пока, до новых встреч.